Государственная служба занятости населения ведет свое начало от 19 апреля 1991 года, когда был принят закон о занятости населения. В этом году Центр занятости страны отмечает свой 30-летний юбилей. Основной целью существования службы на протяжении всех 30 лет является предоставление государственных услуг по поиску работы, трудоустройству, обучению безработных граждан. Мы снова в Центре занятости. Вот уже три десятилетия подряд, каждое утро здесь встречают тех, кто в силу разных жизненных обстоятельств остался без работы и нуждается в помощи государства. Служба занятости сегодня во многом обеспечивает экономику чувашей кадрами, решая задачи непрерывного обучения и развития профессиональных навыков безработных граждан. Настоящее испытание на прочность служба прошла в прошлом году, когда из-за известных событий, связанных с пандемией, количество обратившихся за помощью увеличилось в семь раз. Несмотря на это, люди, работающие в этой системе, справились с задачей. Сегодня Центр занятости Республики обретает режим штатной работы и ставит задачу уже к декабрю текущего года довести численность безработных граждан до уровня 2019 года. Наш коллектив в основном женский, он молод, как наша дата. А женщины – это всегда тепло, ответственность и любовь. Поздравляю наш славный коллектив с этой знаменательной датой. Желаю всем коллегам личного счастья, добра, терпения и любви в своем нелегком труде на благо наших горожан, на благо всех жителей нашей любимой Родины Чувашии. Развитию службы, ее качественному наполнению, всегда уделялось повышенное внимание и забота. Большая роль в развитии службы занятости Республики принадлежит людям, стоявшим у истоков ее создания, заложившим основу взаимоотношений и стиля работы. Я с большой теплотой вспоминаю специалистов, которые показали себя с замечательнейшей стороны. Благодаря их труду, благодаря настойчивости, добросовестному отношению к делу, служба занятости Чувашской Республики всегда находилась на хорошем счету, как в Республике, так и в составе Российской Федерации. Результаты наши были хоть и скромные, но они всегда превышали среднероссийский уровень. Ситуация с занятостью перманентно менялась. Она напрямую была связана с экономикой страны. Стагнации, кризисы, конечно же, увеличивали число безработных. Эти три десятилетия биржа труда менялась вместе со страной. Я, как сейчас, очень отчетливо вспоминаю те тяжелые 90-е годы. Центр занятости стал своего рода островком надежды, потому что сюда приходили люди за помощью. Центр ведь не только занимался трудоустройством и выдачей пособий по безработице, и причем эти пособия мы выдавали не просто только денежными средствами, их не хватало катастрофически. Был процесс выдачи различными родами взаимозачетов и закрытием коммунальных услуг. Троллейбусные и автобусные проездные билеты, продукты питания через наши муниципальные магазины. Было это очень сложно организовать. Конечно, это все мы преодолели. Есть новые задачи, есть новые идеи, и есть люди, которые и встречали, и встречают тех, кто нуждается в помощи, своими привитливыми улыбками. В 2019 году Центр занятости населения приобретает статус республиканского учреждения. В него вошли 23 отдела ЦЗН, городов и районов Чувашии, где сегодня трудится 318 человек. За 30 лет только в Чебоксарах за трудоустройством обратилось около 600 тысяч граждан. Получили дополнительные профессии более 35 тысяч человек. Трудоустроено порядка 350 тысяч. Служба занятости республики находится в постоянном развитии. Чувашия – одна из первых вошла в состав пилотных кадровых центров работы России. Модернизация центров занятости началась с Канажского отдела. Теперь это кадровый центр работы России, оказывающий гражданам комплексы услуг по принципу жизненных и бизнес-ситуаций. В юбилейном году работы по созданию модельного центра занятости нового типа запланированы в «АллатРе». Скоро все отделы ЦЗН в районах и городах Чувашии заработают как полноценные кадровые центры. Только услуги здесь останутся по-прежнему бесплатными, как для соискателей, так и для работодателей. В зарегистрированном на портале «Работа в России» доступна не только база вакансий, но и личный кабинет, где можно получить справку, информацию о социальных выплатах, направление на работу. Искренне поздравляю вас с этим знаменательным событием, 30-летием, со дня основания Государственной службы занятости. Этот день действительно по праву является профессиональным праздником для тех, кто посвятил себя благороднейшему делу, помощи людям, которые потеряли работу. Отрадно, что служба занятости Республики находится в постоянном развитии. Вы расширяете спектр услуг, повышаете и качество, и доступность. И уверена, что тот командный дух и наработанный опыт, безусловно, будут способствовать слаженной работе и достижению поставленных целей. И желаю вам профессионального роста, новых достижений, здоровья и благополучия вам и вашим близким.